Всем привет! Решил сегодня вам показать, какую очень полезную и необычную самоделку я сделал из старой советской канистры на 20 литров. И вот что в итоге получилось. Это очень необычная коробка для инструментов, которую вам не стыдно будет поставить у себя в доме, в гараже или возить с собой в машине. Это моя первая самоделка, так что строго не судите. Кстати, еще в этом видео я буду разыгрывать конкурс на любой товар до 30 долларов. Условия скажу позже. Приступаем к самоделке. Для начала мне понадобилась вот такая старая канистра. Благо, когда-то я прикупил ее на барахолке. Болгаркой и щеткой по металлу снял старый слой краски и ржавчины. Времени оно много не занимает, но вот руки и спина немного устали. Стараемся зачистить все как можно лучше. После зачистки канистру рекомендую протереть растворителем. Получается у нас чистая канистра без ржавчины. Далее делаю разметки для среза двери и верхнего отсека. Режу маленькой аккумуляторной болгаркой и обычным обрезным диском. Обзор болгарки можно посмотреть у меня на канале. Разметку делал на глаз, придерживаясь вот этой картинки. Рез на низких оборотах позволил сделать полукруглые углы на дверцах. Обычной болгаркой у меня так не получалось. После нужной обрезки зачистил также внутреннюю часть канистры. Грязи за 30 лет скопилось там немало. А также убрал лишнюю грязь растворителем. Просверлить отверстие под завесы не составило труда. Завесы выбрал маленькие и крепить буду их на маленькие болты. Не забыв конечно про шайбы для установки с внутренней стороны. Можно все детали крепить на заклепке, но у меня пистолета и заклепок нету. Пришлось выйти из положения с помощью болта и гайки. Перед покраской желательно прогрунтовать изделие. Главное помните, что грунтовать желательно сразу все детали, так как грунтовка в баллончике может засохнуть. И покрасив сначала одну часть, как это сделал я, при покраске следующей части через некоторое время вы увидите, что сопло в баллончике засохло и придется покупать другую грунтовку. Внутренние стенки и перегородку между верхним и нижним отделениями делаю из обычной деспо фанеры. Замеряю нужные размеры для фанеры и лобзиком вырезаю нужный кусок для установки. Углы фанеры желательно заокруглить для лучшей посадки. Зажимаю перегородку обычными длинными саморезами по дереву, предварительно просверлив отверстие нужного диаметра в металле. Для закрутки самореза и так с каждой стороны. Потом замеряем нужные размеры для выреза и установки задней крышки и дна из фанеры. Тут я уже использовал тонкую фанеру толщиной 10 мм. Как видим с учетом дна из фанеры задняя стенка подошла идеально. Для соединения и придания конструкции надежности по углам я закрепил маленькие уголки. Чтобы немного преобразить внутреннюю часть и скрыть листы фанеры, я купил ткань, похожую на велюр, размером 40 см на 1,30 м. Этого мне вполне хватило, так как ширина внутренней нижней части 34 см, а высота 29 см. Снимаю установленные деревянные детали, отрезаю ткань с запасом и прибиваю к деревянным элементам обычными маленькими гвоздями по краям. Со середины проклеил универсальным клеем момент. Можно было все закрепить с помощью степлера, но вариант с гвоздями и клеем был самым дешевым. Степлера у меня не оказалось. Красить канистру я решил в черный цвет, потому и купил черную ткань для обивки внутри. Красил обычным баллончиком черной краской. Сохнет такая краска примерно за полчаса, это быстро. Далее устанавливаем перегородку, заднюю стенку с дном назад и смотрится канистра уже хоть как-то привлекательно. На очереди у нас установка верхней части. Для этого понадобятся нам все те же завесы. Нижнюю часть я буду крепить на длинные саморезы по дереву, так как вкручивать буду в деревянную перегородку, а верхняя часть будет закреплена на болты. Лишние части болтов можно обрезать болгаркой, чтобы не мешали. В мебельном магазине купил вот такой вот стопорный механизм. Если вы знаете как он называется по правильному, то напишите в комментариях. Он для того, чтобы крышка верхнего отсека не падала и ее было удобно открывать и закрывать. Крепим все на те же короткие саморезы и болты. Для установки внутрь я купил в строительном магазине спецсудок для мелких инструментов. Он оказался немного больше чем нужно и пришлось его подрезать. Прикрутив после его на мелкий саморез в деревянную перегородку. Все закрывается без проблем. В качестве замка я использовал вот такой вот маленький мебельный замок. Двух штук вполне хватает, один для верхней крышки, другой для двери. Прикрепил все на те же болты. Получилось неплохо и надежно. С такими замками канистру с инструментами можно без проблем переносить, не боясь, что она откроется в любой момент. Для внутреннего нижнего отсека также приобрел бокс для инструментов, чтобы не колхозить непонятно что. Он по размеру немного был шире и пришлось обрезать лишнюю часть болгаркой. Бокс прикрепил короткими шурупами к дну и получилась хорошо закрепленная конструкция с большим пространством снизу, отсеком для мелких инструментов и деталей и крышкой, на которую можно без проблем поставить еще боксы или придумать что-то еще в верхней части отсека. И заключительным этапом будет установка уплотнительной резинки для того, чтобы преобразить ящик и для безопасности его использования. Резинку покупал в автомагазине и брал самую маленькую. Длины в 2 метра мне вполне хватило, но это при том, что я дверку не обклеивал, так как зазоры в некоторых местах не позволяли, вернее их отсутствие. В некоторых местах проклеивал резинку все тем же универсальным клеем. В итоге у меня получился очень классный и необычный ящик для инструментов, который может вместить в себя огромную кучу мелких и не очень инструментов и будет компактно и надежно содержать их в любом месте, где вы захотите. Так что берите себе на заметку, даже если у вас пока нет канистры. А сегодняшним спонсором нашего конкурса является бренд DIGGO. Это товары для дома, видеонаблюдения и много чего полезного. Призом будет любой товар или товары бренда DIGGO на сумму в 30 долларов. Условия очень простые. Нужно быть подписанным на мой канал, поставить лайк этому видео и поделиться этим роликом в любую соцсеть, где хотите. Не забудьте также оставить ссылочку в комментариях на репост из своих соцсетей, чтобы я смог проверить. Приз я разыграю через 2 недели в прямом эфире. Ссылку на магазин бренда я оставил в описании. И я очень буду благодарен, если вы напишите в комментариях, понравилась ли вам самоделка, как она вам и что бы вы изменили в ее конструкции. И хотите ли вы увидеть еще самоделки на моем канале? У меня есть еще идеи, что можно сделать из канистры своими руками. Спасибо, что смотрите мои видео. Всем пока, жду ваши комментарии.